Здравствуйте, уважаемые телезрители. С вами сегодня я, Алексей Сорокин и отцы в деле. Сегодня мне бы хотелось, пусть немножко и с опозданием, поздравить своих дорогих коллег-партнеров телеканал «Вариант» с круглой датой почти совершеннолетия, 15-летием работы. Уважаемые коллеги, будьте также профессиональны, горды собой, ну и всего вам самого хорошего и пусть следующие 15 лет ознаменуются чем-то большим, ну таким, в вашей деятельности, пусть у вас все будет хорошо. Спасибо. В связи с тем, что 1 сентября 2021 года исполнилось 5 лет, 5 официальных лет деятельности организации Совета отцов Владимирской области, Совет подготовил для вас, дорогие телезрители и жители региона, отчет в виде обращения с перечнем пожеланий. Теперь к ежегодному дню отца, согласно указу президента Российской Федерации, от 4 октября 2021 года и просит учитывать социальную программу собрания нашего в вашей жизни, а мы, соответственно, учтем в работе команды. За эти года нами проведена огромная работа на благо семей Владимирской области и в целом Российской Федерации, потому как проекты, которые были инициированы, работают в разных регионах страны. Ну и интернет тому свидетель. С недавних пор и за рубежом работают те же самые или другие проекты, которые нами придуманы, инициированы. Ну, господа, теперь немного сухой пятилетней статистики. 2016 год. Приглашение и начало участия в проекте праздника улицы победителей, за что низкий поклон Союза пенсионеров в лице полуэктова Сергея Сергеевича и ныне почившего Никитина Юрия Алексеевича. Рождение проекта «Подари велосипед» и семейного кулинарного гастрономического проекта «Папа-шеф». Также шла активная работа Совета отцов с региональным штабом ОНФ, когда мы первый раз упомянули проект «Музей семьи родословной». Проведение регионального конкурса «Отцовство, долг и дар» тогда становилось некой такой, ну, реликтовой вещью. Подготовка конкурса «Отец года» и победа вашего покорного слуги в номинации «Отец общественный». 2017 год. Прямо с начала года ведется подготовка методических материалов к программе «Родительский контроль в сфере питания» и обсуждение с уполномоченным по президенту Кузнецовой Анны Юрьевной путей внедрения. Реализации проекта «Родительский контроль в сфере питания через город Нижний Новгород» и дальнейшие внедрения в регионы страны. Проводится ремонт клуба по месту жительства в микрорайоне «Доброе» и участие в программе «Первого канала», где мы рассказывали о нашей работе. Значит, опять знаковое участие в патриотическом проекте праздника «Улицы победителей», за что низкий поклон опять «Союзу пенсионеров». В регионе проведены различные мероприятия от акций «Школьный портфель» с компанией «Алгоритм» и рок-концертов до памятных тематических вечеров. Проведение регионального конкурса «Отцовство, долг и дар» в следующий раз, участие в создании художественного фильма «Фильм Дима», подготовка к участию в конкурсе «Отец года» региональных номинантов и вхождение в двадцатку лучших отцов страны нашего отца многодетного Максима Васильева. Ну и теперь 2018 год ознаменован участием Совета отцов в съезде ОНФ в Москве и заявлений нашего президента о том, что будет 2020 год объявлен годом отца, а также системной работой объявленных проектов со сменой статуса и переходом из региональных в межрегиональные. Это касается родительского контроля и проекта «Подари велосипед». За активное участие в жизни региона Совет отцов награжден благодарственным письмом Законодательного собрания региона, а за проекты для страны благодарственным письмом уполномоченного при Президенте Российской Федерации в личном зачете. Семья вашего покорного слуги, губернатор Морлова Светлана Юрьевна, награждена знаком родительской славы и практически сразу ведется подготовка и проведение регионального конкурса «Отцовство. Долг и дар». Ну и 2019 год. Прошел в системе реализации уже мной воспроизведенных проектов и смены их статуса из региональных межрегиональных в международные. Например, семейный кулинарно-гастрономический проект «Папа-шеф» начинает сотрудничество со Всемирной Федерацией ресторанного спорта и становится организатором первой всероссийской конференции по совершенствованию питания образовательных учреждений, которая проходила в Ульяновске под патронатом тогдашнего губернатора Сергея Ивановича Морозова. В регионе инициирован сбор компьютерной техники, которая благополучно перекочевала от тех, кто любезно расставался, в многодетные семьи. Проект «Папа-шеф» в этом году достаивается губернаторской премии, за что, в общем-то, спасибо всем, кто в этом участвовал. 2020 год – начало, ну, практически начало пандемии. Стопроцентный переход проекта «Папа-шеф» от Совета отцов в международный формат. Реализации через выход в свет проекта «Солдатская каша», когда мы его реализовали через Министерство иностранных дел и Россотрудничество, где участие в проекте приняли 7 тысяч школ со всей России. Под проект рязанскими коллегами, а именно Юлией Смирновой, был даже написан гимн «Первые шаги к созданию международного движения «Отцы в деле»» и, ну, такое знаковое мероприятие – создание Совета отцов на Кипре. На День семьи, любви и верности организовано онлайн праздничное чаепитие с отечественниками из 14 стран и выстраивание системе укрепления отношений по передаче опыта с коллегами на постсоветском пространстве из Казахстана и Белоруссии. 2021 год. Рождение первого в России методического телепроекта «Отцы в деле» совместно с телеканалом «Вариант» и его участие в разного рода премиях. Начало реализации кровеческого проекта «Музей семьи» и знакомство с коллегами из Рязанской области под руководством Евгения Евгеньевича Пажетнова. Продолжение реализации международного патриотического, теперь уже онлайн, проекта «Папа-шеф» и «Солдатская каша» с участием соотечественников из 22 стран мира и постсоветского пространства. Вхождение Совета отцов в Российское общественное движение «Семья отечества» и начало партнерских отношений с русским космическим обществом. Мы, общественные организации и мужчины с активной жизненной позиции, реально весомая часть гражданского общества. Поэтому вот именно в это время, в связи со сменой губернатора и органов власти региона, есть огромное желание, чтобы работа по эффективному взаимодействию с органами власти Департаментом образования Владимирской области, направленной на все вопросы воспитания нашего подрастающего поколения, была в пользу жителей нашей святой Владимирской земли, ну и Волгостане. И вот, что мы предлагаем и рекомендуем. Рекомендовать Департаменту образования Владимирской области проконтролировать создание специальных организованных групп в социальных сетях «Родители вместе». Родители детских садов и родители и школа, в которую от Родительского совета образовательной организации включить самого авторитетного, в части бескорыстного служения детям родителя, ну будь то мать или отца. Создать рабочую группу либо совет при губернаторе и жителей региона с активной жизненной позицией и родителей, в том числе отцов, как представителей института гражданского общества, самое главное, знаете что, не путать с общественной палатой, с большим жизненным педагогическим родительским опытом для разработки предложений по созданию институционного подхода, общих принципов и комплексов мероприятий для включения в программу составления календарных планов воспитательной работы подрастающего поколения, включая студентов в регионе. И обязательно включить в работу такой критерий оценки эффективности как результат одобрить и принять в работу практику проведения в каждой школе, среднеспециальном учебном заведении, ежемесячных классных родительских часов с учащимися по тематике «семьеведение», составленные согласованные совместно с Департаментом образования Владимирской области, принять в работу и активно использовать современные возможности кино, видео, мультимедиа средств, направленные на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание учащихся детей и студентов, популяризацию традиционных семейных ценностей в укреплении института семьи, российской семьи во Владимирской области. Рекомендовать родительским советам и комитетам школ сначала правильно понять, а дальше оказывать посильную помощь в развитии инновационных форм обучения и развитии с применением современных видов высокотехнологического оборудования и быть ходатаем перед губернатором об открытии в каждой школе лаборатории либо 3D-моделирования, либо собственно интернет-телевидения, включая новостные блоки. В век великих информационных открытий способствовать развитию разных форм творческих инициатив молодежи, пропагандировать грамотное и конструктивное обращение с цифровой техникой, показывая, что кроме долгих компьютерных игр и вязких социальных сетей, компьютеры, смартфоны, планшеты необходимо рационально использовать для прохождения различных курсов, дополнительного обучения, обучения основам программирования, дизайна видеомонтажа, либо производства. Содействовать инициативам руководства регионального совета отцов Владимирской области по информационно-просветительской работе с общественностью, направленной на поддержку и укрепление института гражданского общества и традиционной семьи, а также семейных ценностей, в том числе семей, в одиночку воспитывающих детей, особенно с ограниченными особенностями здоровья, а также на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и родителей, подчеркиваю, посредством системной работы родителей и наставников по воспитанию и сохранению семьи. Рекомендовать принимать активное участие и представлять от каждой территории населения региона, школы, детского сада, своих номинантов, федеральные региональные конкурсы «Отец года» и других мероприятий по подготовке и праздновать теперь уже ежегодного дня отца и ежегодного дня матери. Считаем, что ряд социальных аспектов для общества необходимо проработать сообща. Принять в работу необходимость разработки комплекса региональных мероприятий, направленных на повышение роли ответственных родителей, то бишь отцов, в воспитательной работе, в образовательных организациях общего и дошкольного образования в территориях Владимирской области. Создать и рекомендовать к тиражированию в территории региона мероприятия, в которых будет понятна основополагающая роль ответственного родителя и отца в гармоничном воспитании и формировании духовно-нравственной личности. Принять в работу актуальность разработки комплекса мероприятий, направленных на выработку алгоритма согласованного взаимодействия гражданского родительского общества и органов государственной муниципальной власти по организации территорий общественного самоуправления на примере Общественного Совета Гражданского Общества. Принять в работу актуальность разработки комплекса рекомендаций, направленных на выработку согласованного взаимодействия по поручению президента Российской Федерации, гражданского родительского сообщества и органов государственной муниципальной власти в разделе родительского контроля, оказания услуги по питанию в школе и местах, где данная услуга оказывается. Принять в работу необходимость формирования семейно-ориентированного мировоззрения подрастающего поколения и воспитания детей на основе традиционных духовно-нравственных и культурных ценностей народонаселения во Владимирской области. Принять в работу актуальность освоения родительскими сообществами механизмов поддержки со стороны органов государственной власти НКО, реализующих программы развития и популяризации ответственного родительства, то бишь отцовства. Принять в работу необходимость организации работы с детьми, молодежью, семьями по возрождению, формированию духовно-интеллектуальных ценностей, воспитании у каждого ребенка и родителей чувства ответственности за свой род, народ, родину и отечество. А вообще, знаете, Совет Отцов рекомендует временно исполняющему обязанности губернатора Авдееву Александру Александровичу возглавить Совет Отцов Владимирской области. Спасибо, дорогие мои. С вами был я, Алексей Сорокин и Отцы в деле.